Привет, друзья! У нас на канале уже были танки, корабли. Теперь будет всё вместе взятое и танки, и корабли, и самолёты, и арта, и много всего другого в виде стратегии. Причём я предлагаю вам поучаствовать в одной глобальной зарубе. Буду я со своими зрителями, мы будем делать альянсы какие-то, рубиться друг против друга, 100 человек на карте. Подробности будут чуть позже, и в описании тоже написаны. Поэтому, если хочешь порубиться в стратегию, если любишь вообще военные всякие стратегии, то переходи в описание, переходи по ссылочке, и заходи на эту карту, не на эту конкретно, а на ту, где мы будем вместе уже завтра. Уже завтра будем урубиться. Вообще, что это такое? Это Call of War. Довольно такая старенькая игра, ей уже несколько лет. В том числе на ютубчике можете посмотреть обзоры, там есть и трёхгодичные давности обзоры, всякие видосики. И вот сейчас поиграем, собственно, вместе. Я сейчас в этом видео расскажу примерно, что это за игра, что она из себя представляет, какие-то основные механики расскажу. А вот в следующем видосе уже будет заруба. Рассказывать я буду на примере одной из карт. Здесь есть и реальные игроки, и компьютер. Некоторые вот провинции, допустим, вот это вот. Это компьютер. Видите, компьютер. А вот мой сосед, мой сосед активный игрок. Можно даже посмотреть, что это за игрок. Владимир 1-1-1. Можно посмотреть, с какого он устройства играет. Естественно, да, здесь можно играть прямо на одной карте. И с мобилки, и с компа, и там с планшета, с чего угодно. Можно посмотреть информацию о данном бойце. Вообще, в целом, можно объявить ему войну, например. Вообще, эта стратегия такая достаточно долгая. Это не так. Там зашел, типа часик сыграл, все, карта разыгралась, война закончилась и прочее. Нет, здесь немного не так. Здесь по-другому. Ты заходишь на карту какую-то, и у тебя сражение может идти месяц. То есть ты чувствуешь прямо как реальная война. Допустим, тебе надо перебросить какую-нибудь пехоту. С одной провинции на другую. Это занимает достаточно длительное время. То есть в эту игру можно играть каким образом? Понастроил там себе, поставил строительство, поставил производство. Отправил куда-то армию собираться, чтобы нападать на противника в какую-то точку. И все. И отложил там телефон, отложил компьютер. Либо можешь в это время играть на другой карте тоже. То есть можешь параллельно несколько игровых сессий делать. Вот. Потом появилась свободная минутка. Зашел в телефончик, опять или в компьютер. Бац. И тут уже война идет. И ты там кого-то победил, продвигаешься дальше по территориям и т.д. и т.п. Собственная игра экономическая, военно-стратегическая. Тут очень важно и политику соблюдать с какими-то соседними государствами, с какими-то игроками. Объявлять перемирие, объявлять пакты о ненападении. Надо следить за производством ресурсов своих, которые здесь большое количество разных. Здесь также есть рынок. Ну, по ресурсам давайте пройдемся. Здесь есть еда, товары, людские ресурсы. О, господи, как цинично. Людские ресурсы. 212 людей у меня в час производится. Хорошо, металл или людские ресурсы. Это что такое? Может быть это просто каски там и прочее? Ну, может быть у меня 212 детей в час рожается. Металл, нефть, редкие материалы. Вот эта вот штука нужная надо. Видите, она очень мало добивается, как и нефть в принципе. Ну, возможно у меня нефть. Где-то там дальше нефти может быть побольше. Это мы все, конечно, сейчас разберемся. На кого-нибудь нападем в этой серии. По-любому. Я показываю на примере такой. Обучающие карты. Здесь немножко все ускорено. То есть на реальной карте, на нашей другой будет время медленнее идти. Еще, то есть можно будет прям несколько дней рубиться. Заключать реальные сделки. Какие-то альянсы. Кстати, надо, короче, когда будем играть на моей карте. Я создам один альянс. И хейтеры тоже зайдут в эту игру и создадут альянс антиграни. Будет альянс грани, альянс антиграни и будем рубиться. Будет очень интересно, мне кажется. Такая глобальная заруба на весь мир. Тут-то карта такая большая. Европа в основном. А там будет заруба на весь мир. Может США на нас там нападут. Я еще потом скажу, какую я страну выбрал. Собственно, дальше по ресурсам у нас редкие материалы и деньги. Есть еще голда. Ну, понятное дело, как и везде. Донат, все дела. Я здесь буду использовать это, когда будем рубиться на основной карте. Голду принципиально использовать не буду, чтобы никакого там вдруг преимущества не получать. А здесь просто, чтобы ускорить процесс, вам немножко покажу. Итак, что у меня здесь? Я играю за что? За Швецию. За Швецию играю, да? Это же Швеция? Это Швеция? Я за Швецию играю? Как это странно называется? Это Швеция, Швеция. Здесь у меня есть, как это странно, Норвегия. Точно. Норвегия и Финляндия. Изучаем страны по флагам. Забавно у меня кружка такая есть тоже со всеми флагами, где все подписано, но я все забываю. Я хочу напасть на Финляндию, потому что тут финны, они взяли и отжали Мурманск. Я хочу Мурманск отжать себе, потому что там живет Корбан. Корбана надо освободить, Корбана надо спасти. Поэтому, что я вообще планирую? Я хочу сначала как раз напасть на Норвегию, захватить всю Норвегию, получить большой выход к морю-океану. У меня есть небольшой выход, конечно, здесь. Но я хочу больше. Я хочу вот это вот все захватить. И потом уже нападу сюда. Тем более, это компьютер, а это реальный игрок. Поэтому мне надо сначала вот этого компьютера захватить. Для этого мы сейчас будем строить войско. Будем собирать силы и постепенно город за городом захватывать. И потом... Ой-ой-ой, это отмена, отмена. Не надо, не надо. А можно отменить? Как отменить? Сейчас. Стоп. Вот, все, стоп. У меня немножко прошли пехотинцы. Тут много очень боевых единиц. Сейчас буду все постепенно рассказывать. Я сначала расскажу план. Захватить компьютер и освободить Корбана. Вот мой план сегодняшний. Что здесь есть вообще? Давай... Начинается игра, как правило, с исследований. Вот ты заходишь, только появился на карте. И тебе надо исследовать разные эти штуки. Разных там ополчения, пехоты. Вот тут у тебя есть бронетехника. Причем смотри, сколько здесь. Тут есть ПТшки, да? Тут ягдпантерка, видишь, шестого уровня. Есть арта. Кто это? Хумель у нас тут нарисован. Самоходные войска ПВО. Механизированная пехота. Есть тяжелый танк. Это Тигр у нас тут нарисован. Ну, не важно, что нарисовано. Просто суть. Тяжелый танк, разные уровни. Видите, их можно открывать. Первый день можно исследовать только вот это. Второй день, там, четвертый день войны начался. Уже можно дальше исследовать. То есть постепенно, постепенно, чтобы там все успевали все исследовать. Чтобы там было более-менее сбалансировано. И на 20-й день, то есть можно рубиться реально там 20 дней, месяц. Рубиться на одной карте. Не знаю, эпичная заруба какая-то такая. На 100 человек на месяц, прикиньте. Но мы будем рубиться более быстро. Вот об этом чуть позже. Ну, давайте. Вот надо исследовать легкий танк. Тут написано стоимость. Можно посмотреть про каждую, про каждую эту штуку. Что она дает. С кем она борется. Там с кем эффективнее, с кем неэффективнее. Вот, допустим, пехота. Наводим. Смотрим. Вот у него атака. Вот оборона против разных. Против разной техники. Против там пехоты тоже самое. Против тяжелобронированной техники. Против самолетов. Вот, собственно, против кораблей и подводных лодок. Ты своей пехотой не повоюешь с берега. Тут есть еще разные типы рельефов. Это вот видно все. Допустим, видите, это лес. Лес вот здесь можно вести. Здесь холмы, насколько я понимаю. Да, холмы. Есть местность горная. Здесь особо... А, вот она. Вот она, допустим, местность горы. И тут у каждой местности, ну, у каждого типа юнитов разная проходимость там по местности. Где-то они эффективнее. Допустим, пехота, я так понимаю, в лесах будет эффективнее. Вот, можно... Давайте дальше смотреть. Да, вот, видите, на равнинах, в холмах, горах... Так, это холмы, да? Холмы типа как лес. Вот сила прибавляется. Видите, в лесу плюс 75 сила. Скорость разная. Там, ну, по воде, понятное дело, там, на лодочках. Разная скорость, разная сила. Написаны расходы на снаряжение. А, людские ресурсы. Это, наверное, тоже что-то типа еды, каски и прочего, да. Это не люди, блин. Я думал, у меня 212 человек рождается в час. Обидно. Людские ресурсы, еда и, собственно, каски всякие и прочее. Можно вот тут увидеть стоимость, сколько это все изучается. Ну, короче, разные типы юнитов. Разная у них сила против разных других вражеских юнитов. Их надо применять. Допустим, противник накачал себе самолетов, а у тебя нету никакой там артиллерии, да, которая могла бы там с самолетами бороться. А где там антисамолетные? Вот, оборона 1 хотя бы есть, да. Ну, или что там еще? Что-то противосамолетное. Или такие же самолеты, которые будут перехватывать другие самолеты. Вот, тебе надо постепенно развивать все. Я хочу развивать флота здесь. Флот и, ну, сначала, сначала я план сказал, захватим этого, захватим этого. А потом уже с большим флотом будем двигаться, завоевывать все, что вот здесь вот. Планирую, короче, через верхнюю часть карты. Сделаю себе здесь оборону конкретную, посмотрите. Потому что ко мне по суше можно будет добраться только вот здесь. Только здесь, потому что здесь все все равно придется на кораблях. Я все это вижу, и поэтому ко мне будет довольно сложно подобраться. Если я захвачу эту часть, захвачу эту часть, все. Все ко мне подходы будут через море, а я, как известно, несколько стримов по корабликам делал. Поэтому в море, в кораблях я шарю. Итак, так, про юнитов, про исследования. Давайте что-нибудь исследуем, потому что, ну, я уже здесь все первый уровень сделал. Давайте легкий танк исследуем. Будет исследоваться он 2 часа. Нажимаем исследовать. Все, исследование пошло. Собственно, что еще можно исследовать? Что еще? Давай корабли, наверное, сразу будем. Нет, корабли рановато. Наверное, рановато нам корабли. У меня есть транспортный корабль. Не, ну все равно что-то надо. Что-то надо. Какой-нибудь эсминец или крейсер, или линкор. Что будем качать? Что будем качать? Давай эсминца, наверное. Эсминца, они у нас против кого? Тут конкретно не написано, да? Тут просто против кораблей. Атака 3-0. Потом крейсер у нас. Что? Крейсер по крейсеру у нас как? 10-0 атака на корабля. Давай крейсер. Или линкор, может он еще жестче? 21 атака. Ну это антикорабельная такая тема. Ну блин, даже не знаю. Но линкоры, видимо, стоить будет сильно дороже. Да, видите, мне еще редких материалов надо. Поэтому сейчас пойдем на рынок закупимся. На все эти лодки нужны будут редкие материалы. Редкие материалы у меня добываются очень медленно. Поэтому давай открываем рынок. И за редкие материалы. Мы можем купить за деньги только их. Можем их купить за деньги. Эх, будем покупать. Вот они ставки разные написаны. 1 к 7, да, что-то типа того. За 10 тысяч денег. Сколько у меня денег вообще в целом? 320 тысяч. Ну нужны редкие материалы будут в любом случае. Поэтому давай все покупаем. Наверное, это тоже все. Ну редкие материалы реально нужны. За золото не будем покупать. Так. Все, редких материалов у меня дофига. Могу там какие-нибудь крейсера и прочее построить. По исследованию еще нам важно... Вот эти вот штуки открываются только с 4 дня. Тут всякие атомные штуки есть. Ядерная энергетика. Ядерные... А, это ракеты. Я думал, ядерные подлодки какие-то. Нет. Железнодорожная артиллерия. Короче, очень много всего тут можно исследовать. Атомные бомбы можно даже исследовать. На какой день? На 14-й. Не, ну атомные бомбы использовать не будем. У меня, собственно, вот здесь вот, где железо добывается. Я вообще могу попрокачивать. То есть можно провинции прокачивать. Для этого надо промышленный комплекс стоить. Я вот один уже до этого ставил. Он уже качается сейчас до второго уровня. И чем больше прокачается, тем больше, собственно, будет приносить. Вот тут это все можно посмотреть. Вот будет производство ресурсов на 30% больше, когда второй вкачаю. Когда он будет максимально на 50% больше ресурса, больше железа. Нам вообще надо бензин еще, наверное, вкачать. Потому что бензин очень медленно производится. Бензин у нас строится именно здесь. И на строительство промышленного комплекса как раз редкие материалы нам тоже нужны. Это такие штуки, вот, ну, редкие материалы на самое ценное. Промышленный комплекс нам очень много принесет. Впоследствии, когда мы его будем улучшать, улучшать, улучшать. Поэтому, собственно, редких ресурсов я и закупал. Их вообще где-то у нас производят. Где они вот производятся у нас? На какой провинции они у нас производятся? Редкие ресурсы вы где? Редкие, редкие ресурсы, редкие ресурсы вы где? Я не вижу, если честно. Тут железо снова, тут железо. Везде железо. Такое железо пока горячо. Так вот они и редкие ресурсы, да? Опа. Я нашел. Дневной доход 2,200. Да, вот здесь надо промышленный комплекс сделать, чтобы редкие ресурсы у нас производились быстрее. Да, мы сейчас этих... А, нет. У нас уже есть здесь промышленный комплекс первого уровня. И мы улучшаем уже без редких ресурсов. Уже только железо, товары и деньги. Поэтому промышленный комплекс мы обязательно здесь строим. Можем еще сразу что-то производить. Но по поводу производства давай чуть попозже посмотрим. Чуть-чуть попозже. Для начала, ну, надо понять, как мы будем нападать на Норвегию. Да, как мы будем нападать на Норвегию. С чего? Мы вот здесь видим некоторое количество бойцов вражеских. Ну, пока что они не вражеские, пока что союзные. Здесь вот настройки вам не особо видно. Включить, отображать отношения. Можно убрать. Вот сейчас отображаются отношения. Пока что все в мире. Если что, здесь есть еще всякая дипломатия. Вот, допустим, видно отношения к друг другу. Видно, кто компьютер, кто нет. Я уже показывал. Видно количество провинций и прочее, и прочее, и прочее. Видно количество очков. Естественно, здесь надо завоевывать очки. Также здесь есть, вот они, коалиции. Будем создавать новую коалицию. Пока что здесь я этого делать не буду. Пока что я буду одиночкой. Есть газета, где видно последние новости. Кто там кому войну объявил и прочее. Сведения об игре. Победа необходима 721 очков. У меня, по-моему, 40 очков. Ничего еще не захватывал. Следующий день начнет через 7 часов. Вот для... А, это победа для коалиции. А для одиночной победы необходимо 525 очков. Походу, придется объединяться в коалицию. Потому что 720 для коалиции будет набрать, наверное, легче. Чем 525 соло. Но еще посмотрим. Еще посмотрим. Тут много неопытных бойцов, скорее всего. Поэтому мы их сейчас всех... Мы их сейчас всех. Вот, тут видно. Всем привет. Классная статья, братан. Ну, тут видно, кто на кого нападает. Какая провинция пала. За этим тоже надо постепенно следить. Потому что ты, допустим, увидел, что провинция Грац пала. Вот где она, провинция Грац? Где она выбрана-то? Вот это? Да, провинция Грац пала. И понятное дело, что здесь недавно война была. Здесь кто-то кого-то там перебросил. И, допустим, если ты видишь, что вот этот вот боец там нападает на Архангельск, уничтожает, там что-то захватывает. По газете это прочитал. Ты понимаешь, что у него большая часть войска где-то здесь находится. И, соответственно, в других частях войска у него немного. Вообще игра такая, типа, про Вторую мировую войну. Здесь, кстати, если зайти в игры, новые игры, здесь есть много разных сценариев. Здесь они описаны, подписаны. Европа, путь к войне. Есть там какие-то глобальные более события. Есть такие какие-то фишечные события. Где-то тут вот. Владычество Антарктида, допустим, мне понравилось. В этом режиме вам предстоит сразиться за тайную базу нацистов в Антарктиде. Захватить секретные лаборатории раньше противников, чтобы победить. Тоже интересное, но здесь уже уровень надо побольше сделать. Мы, как начинающие игроки, у нас уровень пока что небольшой. У меня пока что второй уровень. Постепенно, постепенно вкачаю. И дальше будут такие более интересные события. Можно в них будет участвовать. Но возвращаясь к нашему. Итак, собственно, здесь я, наверное, сделал. Где у меня там были эти ресурсы-то? Где у меня редкие ресурсы? Вот они. Тут улучшается база. Поэтому железо здесь, база тоже улучшается. Редких материалов маловато. Вообще, смотри. У нас нефть тоже редко добывается. Сколько я трачу в день? Расходование 1490 в день. Но пока что мне нефть не особо нужна. Пока что мы зарабатываем в день 5000, а тратим полторы. Вот. Но я думаю, что когда я там напроизвожу техники, нефть мне будет нужна. Поэтому это пока что у меня техники не так много. А потом будет много. И нефть у меня добывается слабовато. Давай тоже здесь построим промышленный комплекс. Промышленный комплекс. Все, начал строиться. Через 24 часа он построится. Да. Вот так вот тут долговато все. Но в этом и прикол этой игры. То есть ты чувствуешь, что здесь какое-то такое реальное время. Что не нажал, там через 2 минуты все построилось. И ты уже начинаешь атаковать. Нет. Москва не сразу строилась. И собственно промышленный комплекс тоже не сразу построится. Текс. Собственно давай перебрасывать потихонечку. Будем нападать наверное. Так тихо отмена. Будем нападать через Осло. Будем нападать через Осло. Здесь у нас сколько там противников? Не, я на противников хочу. Вот на этих. Пехотинцы. А, неизвестно сколько единиц. Ты видишь, что здесь есть пехотинцы. А сколько их ты не видишь. Давай начинаем стягивать сюда. Войска через 33 минуты придут. Артиллерия поддержит. Блин, мы здесь только к воде. Здесь к воде доступ. Видите? Давай тоже артиллерия сюда. Поддержит арта. Арта посвяти. Так. Гитерборг. У нас есть боевые единицы. Что это у нас тут? У нас тут перехватчик первого уровня. Но перехватчика наверное вести особо не стоит. Блин, даже не знаю. Тут у меня есть легкая танковая дивизия. У меня три танчика, да? Три легких танка. Три ЛТшечки. Не знаю даже, стоит их перетягивать или нет. Вообще надо наверное где-то здесь. У нас здесь строится эта штука. Давай где-то вот здесь на Венерсборге. Я пока перетянул. Хотя можно даже немножечко... Немножечко поменьше перетянуть. Немножечко поменьше. Как это отменить? Переместить армию в выбранную точку. Давай вот здесь они соединятся. И собственно... Тихо-тихо. Вот эти вот стоп. Вот эти вот бойцы. Бойцы движения. Давай вот сюда тоже. Пускай они здесь соединяются. Здесь мы будем строить... Что казармы. Казармы у нас производят бойцов. Разные. Моторизированная пехота. Ополчение. Пехота. Нам надо все это производить. Нам надо все это производить. Может быть я рановато конечно начал. Но пока что они дойдут. Пускай у меня строятся всякие разные базы. И соответственно потом производятся. Ну что. Ну надо казармы построить для начала. Построим казармы. Через 18 часов они построятся. Но давайте здесь ускорим. А стоп. Леонид очень быстро. 18 часов написано. Да-да-да. Время строительства. Второго уровня. А. Вот я сейчас могу улучшить казармы. До второго уровня. Тоже 18 часов. Давай это все ускорим. Я говорю. Я сейчас использую вот эти вот читы. Но потом не буду. На 33%. У меня здесь казармы. Так как у меня здесь есть казармы. Я могу уже производить ополчение. Такое пехоту. И прочее. Вот эти вот не могу производить. Так. А стоп. А здесь почему не могу производить? Нужен промышленный комплекс первого уровня. Я могу только ополчение. Здесь обязательно нужен промышленный комплекс. Надо было сразу посмотреть. То есть я могу это делать там, где есть промышленный комплекс. Например, вот здесь. Вот здесь я не могу сейчас. Потому что нет казарм. Да. Надо вот это вот. Надо вот этот вот момент было отследить. Значит здесь нужно еще и промышленный комплекс. Ладно. Давай тогда вот так сделаем. Все построено. Где промышленный комплекс? У нас не хватает. Не хватает ни железа. Нередких материалов. Блин. У меня казарма второго уровня. А на промышленный комплекс не хватает. Тогда давай вот так сделаем. Тогда давай сделаем вот так. Здесь мы это быстренько сделаем. Построим здесь казармы. Вот. Это я просто, просто ребят, чтобы вам показывать. Чтобы показывать, как это все делается. 38 секунд. Они казармы первого уровня очень быстро делаются. Вот. И сейчас будем производить потихонечку. Потихонечку. Давай вот эти вот легкобронированные тоже куда-то сюда отправим. Начинается сбор. Начинается сбор. Сколько они будут сюда идти? Скажите. Через час-двенадцать минут придут. А вот эти придут через время прибытия 19.31. А, ну это пехота. Это пехота очень быстро. А вот машинки у меня очень быстро. Очень быстро прибывают. Так. Так, так, так. Кого еще можем отправить? Это у нас какое? Это у нас что за боевая единица? Это у нас тактический бомбардировщик. Давай его тоже. Это что у нас? Да, тактический бомбардировщик. Движение. Давай. Тактический бомбардировщик. Приходи куда-то. Приходи куда-то вот сюда. Или сразу сюда. То есть он не может. А как сюда зайти? А-а-а. Ну давай сначала он сюда придет. Через два часа. Все-таки такое большое расстояние. Но на самолетах довольно быстро. Здесь у меня обороны держатся. Что это у нас такое? У нас здесь морская база построена. Я здесь не могу, наверное, строить кораблики потихонечку. Потому что здесь тоже нужен промышленный комплекс. И эти понятное дело надо будет изучить. Но мне надо промышленный комплекс тоже строить. На промышленном комплексе, конечно, приходится вот эти редкие материалы. Они очень сильно ограничивают. И я их пока не могу купить. На рынке особо нет. Давай добавим предложение о покупке. Нет, сейчас. Редкие материалы. Да, добавить предложение о покупке. Мне нужны вот они. Сколько я готов предлагать? Ну давай по восемь. По восемь. Мне нужно... Ну тысячи три хотя бы еще. Готов двадцать восемь тысяч денег заплатить. Даже давай... Ну да, давай по девять с половиной. Пять тысяч. Пятьдесят две тысячи. Готов большую сумму предложить. Ребята, выставил. Выставил. Так, это все металлы. Это все пока что мне неинтересно. Это все пока что неинтересно. Можно еще что-то посмотреть, что у меня очень сильно производится. Что быстро производится. Что мне не так нужно. И собственно это продать на рынке. Это продать на рынке. Так, армия у меня собирается потихонечку. Потихонечку, полигонечку. Вот этих бойцов. Пехотная дивизия. Давай их тоже направим куда-то сюда. Пускай они идут. Будем захватывать постепенно. Захватывать будем с Фредрикстата. Потом Осло. Осло это получается наверное столица. Там где флаг, да? Собственно, у меня где флаг? У меня флаг вот он в Стокгольме. Стокгольм надо оборонять конкретно. Чтобы не захватили столицу туда. Иначе мораль упадет. Да, здесь есть еще мораль. Фух. Ну, план потихонечку работает. План потихонечку работает. Это у меня 2900 в день, да? 2900 расхода нет. Редкие материалы, конечно, пипец их не хватает. Но здесь у нас строится промышленный комплекс. Строится. Инфраструктуру, инфраструктуру еще надо строить тоже. Что она дает? Производство ресурсов, скорость наземных войск, повышение морали. Инфраструктура тоже достаточно важная штука. Это всякие дороги и прочее, да? Условия для производства в этой провинции. Всякие еще вот бронеавтомобили и прочее. Тоже благодаря инфраструктуре производится. Поэтому где мы там основали базу? Где мы будем строить казармы? Вот они у нас, казармы. Давай здесь еще поставим инфраструктуру. Два часа она будет строиться первого уровня. Давай. Она тоже добавит нам производство ресурсов на 30%. Это тоже важная штука. Так. Она здесь есть, инфраструктура? Да. Ее надо будет поставить второй левел. Надо поставить второй левел будет. Давай в очередь. Тут доступна очередь как раз. Не хватит металла мне. Пока что не хватает. Но он постепенно производится. Надо будет инфраструктуру прокачать. На 30% она добавит производство. Как раз тут редкий металл у нас производится. И это будет очень полезно. Это будет очень полезно. Так, ладно. Здесь строится инфраструктура. И я могу построить противотанковое орудие, зенитное орудие. Так, интересно. Есть ли танки у нашего бойца? Вообще здесь еще есть такая штука как шпионаж. Оу, шпионаж. Им можно куда-нибудь отправить шпионов. Давай отправим в Осло шпиона. Что он делает? Шпионы на разведывательных заданиях собирают данные о дипломатической и экономической деятельности врага. 2000 за шпиона в день. Это делает диверсии всякие. Да, экономическая диверсия, военная диверсия. Ах, так. Мне надо сначала его рекрутировать. Так вот я могу. Да, надо сначала нанять. И потом вот сюда его отправить. Разведка. Все, идет разведка в Осло шпиона. Вот она, собственно. И он будет постепенно это все обнаруживать, насколько я понимаю. Обнаружать. Вот, как раз посмотрим, что в Осло. Пока у меня здесь доходят всякие бойцы. Эта армия тоже идет. Время прибытия 20.55. Не понял, сейчас. Откройтесь. Я не шпион. Шпион, аж закройся. Откройтесь вот эти бойцы. Сколько вы будете идти? Время в пути 1 час 33 минуты. Окей, это довольно быстро. Потому что, наверное, здесь... А, нет, инфраструктуры еще нет. Ладно, давай производить. Что мы будем делать? Пехоту. Противотанковое орудие, зенитное орудие. Но пехота будет посильнее, чем ополчение. Вот моторизированную пехоту бы создать. Что мне не хватает? Казармы надо второго уровня. И их, эти моторизированную пехоту, надо вообще еще исследовать. Давай поставим исследование, если они у нас не сделаны. Где ты, моторизированная пехота? Вот здесь, наверное, да? Не понял. А, она только завтра будет доступна. Понятно. Как раз. Так, это исследование ведется. Можно еще что-то поставить исследовать. Можно поставить еще что-то исследовать. Давай... Так, у нас... У нас линкор исследован. Давай крейсер тоже еще исследуем. Пускай идет. 1 час 29 минут это будет делаться. Собственно, здесь у нас что? Ну, давай производить. Давай пехоту производить. Произвести. Сколько она будет? 8 часов. Через 8 часов как раз... Сделается у нас инфраструктура. Я когда-нибудь буду произносить правильно. Она у нас сделается. И, собственно... Эти бойцы будут быстрее передвигаться. Блин, вот интересно, есть ли там танки. Но, по идее, нужно что-то типа арты или зениток произвести. Пока что не могу, да? Да. Пока что не могу. Пока что не могу. Хотя, ну, я должен типа в очередь ставить. Чего-то не хватает мне. Текущее производство. В смысле текущее? Не понял, не понял, не понял. А, вот, можно добавить в очередь. Я же и хочу добавить в очередь. Это вот эта, наверное, кнопка добавить в очередь или что? Что это за кнопка? Почему я не могу создать? Я не понял. У меня все исследовано. Ладно, пускай эти штуки производятся. Не понимаю, почему я не могу поставить... А, вот. Не, я поставил в очередь. Ага, вот так убирать в очередь. Все, понял. Это у нас что? Противотанковое орудие. И давай артиллерию тоже поставим в очередь. Все. В очередь поставил. Потихонечку это все производится. И давай зенитку еще одну. Полный комплект. Здесь армия у нас будет. Полный комплект. Потому что зона, так сказать, приграничная. Этих бойцов я туда отправляю. А вот эти бойцы, вот эти бойцы останутся здесь. У нас здесь как раз строится промышленный комплекс. И за промышленным комплексом мы сразу сюда будем ставить инфраструктуру. Давай в очередь ее добавляем. Вот, будет она строиться, потому что нам дальше надо будет какие-нибудь казармы построить. Да, надо будет какие-нибудь казармы построить. Укрепление. Что нам дает укрепление? Что нам дает укрепление? Наверное защита, да? Да, гарнизон получает меньше урона и повышение морали. Это на этой территории, наверное. Наверное на этой территории. Блин, слушай. Укрепления тоже нужны. Капитолия это столица, где будет? Блин, укрепление полезная штука. Давай укрепление сделаем вот здесь. Блин, здесь уже и так строится. Давай вот здесь или вот здесь. Где укрепление это поставить? Давай вот здесь, потому что у нас здесь бойцы как раз. Если что, он будет в ответку нападать. Здесь надо построить укрепление. Нам не хватает 3000 железа. Ай, немножко-немножко. Сейчас оно уже будет. Надо не забыть, что надо сюда поставить железо. Вот что, надо сюда поставить укрепление. Так, я могу в очередь добавить. Да, укрепления, видимо, начнутся как только, да, через 16 секунд, как только наберется железо. Вот, это удобно. Вот, здесь построится укрепление. Замечательно. Армия у меня потихонечку стягивается. Танчик стягивать не буду. Истребитель. Можешь все-таки тоже отправить. Давай все-таки тоже отправим сюда истребитель. Хотя, ну, у меня здесь защита идет. Пускай, ладно, истребитель. Воздушный конвой. Что, он на машине передвигается? Здесь еще арта есть. Пойдет. Ну, собственно, принцип потихонечку такой. Эту войну я продолжу. Просто надо время. Надо время, чтобы там накопились ресурсы, чтобы все построилось. И войну эту продолжу. Буду нападать. Буду спасать Корбана. Потому что гад. Гад Владимир 1-1-1 захватил Корбана. Владимир, нельзя так. Собственно, ребята, по ссылочке в описании, смотрите, вы, во-первых, переходите на игру. Как найти игру Грани. Смотрите. Нажим, вот здесь. Переходите в игры. Новые игры. И пишите играть с поиск. И вот она. Играть с Эвил Грани. Здесь два участника пока что. Нажимаете играть. Собственно, вас перекидывает. Все загружается. Давай смотреть. А, нет. Нам еще надо будет пароль ввести. Секретный пароль. Сейчас скажу, какой. Пароль Грани 2020. В описании можете все это посмотреть более подробно. Вот она, та заруба. Я буду здесь играть за Соединенное Королевство. Посмотрите, какая огромная карта. Здесь уже куча провинций. Здесь будет играть 100 человек. 100 человек. Здесь уже точно будут всякие альянсы и прочее. Я в Соединенное Королевство. Можете кто-то там поближе ко мне. Кто-то подальше, наоборот. Может какую-то Америку, Штаты брать себе. И может сейчас будет война. Там Европа, Россия против США. Или там еще что-то. А может африканцы всех захватят. Не знаю, где вы будете. Но уже завтра, уже завтра будем рубиться конкретно. Даже, наверное, после выхода этого видео, сразу уже что-то постепенно начнется. Потихонечку. Поэтому как можно быстрее присоединяйтесь. Надо 100 человек на эту карту, чтобы эпичную зарубу показать. Да, вот я, собственно, в этом Королевстве. Блин, а вы мою армию видите? Вы видите, где у меня что? Так нечестно. А, я не буду показывать вам больше ничего. Я больше вам ничего не покажу. Все, отстаньте. Не смотрите туда. Так. Минск. Я бы с удовольствием Минск, конечно, захватил. Я сейчас в Минске нахожусь. Но, скорее всего, придется здесь коалицию создать. Иначе, если у нас здесь будет война между усобица, тогда точно кто-то объединится и захватит нас всех по отдельности. На этом данная серия заканчивается. Присоединяйтесь. И уже более подробно вот эти зарубы, вот эту войну, покажем в следующем выпуске. Завтра я его буду снимать. А когда он выйдет, это уже посмотрим. Все. Спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии. И увидимся в следующих видосах. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok